И в продолжении темы. Преемственность образовательных традиций, межвузовское сотрудничество, качество образования, подготовка кадров в стране. Эти и многие другие вопросы обсуждались на торжественном мероприятии в Ташкентском филиале Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Основной вуз в России отмечает в эти дни 225-летие. Профессия педагога это благородный труд. Я мечтала стать преподавателем с самого детства. И вот сейчас здесь я студентка первого курса РГПУ имени Герцена, филиала в городе Ташкенте по направлению психолого-эпидагогическое образование. Самый высокий уровень образования я совершенно не жалею. Аделия Мабаракшина из династии педагогов. И дедушка и бабушка заслуженные учителя Узбекистана. Не пойти по их стопам просто не в ее правилах. Мечта шестилетней девочки стать педагогом сбылась. Теперь все надежды на таких же, как она, студентов. И пусть некоторые еще не определились с местом работы по окончании учебы. Я еще точно не определилась. Скорее всего, либо переводчиком, либо учителем. Зато все без исключения уверены в правильности выбранного ВУЗа и будущей профессии. В стране нужны высококвалифицированные кадры. Это очень хорошая возможность учиться именно в этом университете, так как он имеет свою древнюю культуру и историю. Много чего получила за первый курс. Филиал российского ВУЗа в Ташкенте сегодня принимает гостей. Двери открыты и не только для потенциальных студентов. День открытых дверей приурочили также к Международному дню защиты детей. И все-таки важным пунктом сегодняшнего события стало 225-летие государственного пединститута имени Герцена в Санкт-Петербурге. Слияние и дух этот герценовский чувствуется именно в этом зале. В настоящее время среди 20 тысяч студентов, которые обучаются в Герценовском университете, 600 студентов это наша молодежь из республики Узбекистан. И в прошлом году впервые мы провели набор, который был организован по инициативе нашего президента Шавката Миромановича Мерзиёева. Это говорит о важности дошкольного образования, потому что ранее образование детей его невозможно не переоценить. В настоящее время очень много выпускников Герценовского университета трудятся в республике Узбекистан, вкладывая большой вклад в развитие нашей прекрасной страны. Коллеги по цеху присоединяются к поздравлениям и, как послушные ученики, готовы учиться, сотрудничать и продолжать взаимодействие. Наш университет тоже готовится к юбилею. Нам тоже скоро 90 лет. 11 мая было принято распоряжение нашего президента о том, что Ташкентский государственный педагогический университет по статусу переходит в систему народного образования. Там были определены задачи именно по поднятию качества учителей школы. Школа является одним из, как сказал наш президент, порогом достойной жизни всей страны. Уже три года, как мы заключили меморандум о сотрудничестве, где заложены задачи об академическом обмене профессорско-преподавательского состава Герценского вуза и нашего вуза. Духовность, вечность, постоянство, верность, честность, благородство, мир, свобода и величие. Эти неприходящие человеческие ценности вот уже более двух столетий проповедует Герценовский университет. Образовательные традиции имеют продолжение. Айти-связь тоже не подвела. Есть контакт. В режиме онлайн самые важные слова от ректора головного вуза. Кадры решают все. Конечно, они, молодые, есть важный приоритет в деле сотрудничества. Самые юные уже блистают талантом. Круглая дата, крупные события, двери открыты и не только для почетных гостей. В первую очередь для потенциальных студентов.